Лачинский коридор Премьер считает, что действия Баку показывают, насколько он уважает взятые на себя международные обязательства. Российский миротворческий контингент должен держать под контролем Лачинский коридор и, по сути, обеспечить естественную работу коридора. Никто, кроме российских миротворцев, не должен контролировать коридор. Баку уже не должен препятствовать свободному передвижению по коридору. Кроме того, по его словам, права и безопасность армян Арцаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата. Вместе с тем, Никол Пашнян добавил, что Азербайджан периодически обостряет ситуацию в регионе. Если в декабре это сделали псевдоактивисты, то сейчас официально Баку. По его словам, установление КПП – провокация, которая направлена не только на увеличение напряженности в регионе, но и углублению гуманитарного кризиса в Арцахе. Патрульная служба Еревана будет ездить по загруженным улицам на электрических скутерах. На загруженных улицах Еревана патрули будут передвигаться на электрических скутерах. Об этом заявил министр внутренних дел Армении Вагэ Казарян. Для нужд патрулей уже закуплены пробные партии 12 скутеров. Они будут использоваться в основном в многолюдных местах, например, на площади Свободы или на Северном проспекте. Мотоскутеры будут применяться на загруженных улицах, особенно в часы пик. Это позволит полицейским быстро добираться до мест ДТП, проводить осмотры мест происшествия и помогать эвакуации машин, чтобы быстрее устранять заторы. Вдобавок для патрулей будет закуплено 6 электромобилей. В МИД Армении пояснили, когда границу с Грузией можно будет пересекать по ID-карте. Соглашение, исходя из которого граждане Армении и Грузии могут пересекать межгосударственную границу по электронным удостоверениям личности, еще не вступило в силу. Причина этому – внутригосударственные процедуры, которые армянская сторона еще не завершила. Об этом сообщили в Министерстве национальных дел Армении в ответ на письменный запрос. Процедуры по упрощению процесса пересечения границы с Арменией для граждан обеих стран Грузия завершила еще в январе 2023 года, через 15 дней после подписания соглашения между Арменией и Грузией о взаимных бездивизовых поездках граждан двух стран. Грузинская сторона уведомила о завершении внутригосударственных процедур, предусмотренных законом для вступления в силу соглашения. В настоящее время соглашения между Республикой Армении и Грузией о взаимных бездивизовых поездках граждан двух стран проходят внутригосударственные процедуры в Армении. Международный комитет Красного Креста перевез еще 12 пациентов из Арцаха в Армении. 12 пациентов были перевезены из Арцаха в Республику Армения при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Речь идет о пациентах с патологиями, требующие экстренного хирургического вмешательства. При этом 6 пациентов вместе с сопровождающими вернулись из Армении в Арцах. В медицинских учреждениях Арцаха плановые операции проводятся лишь частично. В настоящее время пятеро детей находятся в отделении неонтологии и реанимации Метобеденения Аравик. Еще 7 пациентов помещены в реанимационное отделение Республиканского центра. Двое из них в крайне тяжелом состоянии. Число пациентов, переведенных с начала блокады при посредничестве и сопровождении Красного Креста из Арцаха в Армению, составляет 365 человек. Власти Армении утвердили новый порядок обращения учебного оружия в школах. Правительство Армении на свидание в четверг утвердило дополнительный порядок обращения учебного оружия в школах и других учебных заведениях. Отмечается, что в учебных заведениях допускается поставка только такого оружия, которое не может быть трансформировано в боевое. Министерство образования, науки, культуры и спорта будет вести учет оружия и каждый год предоставят заявку Минобороны на выдачу необходимых единиц. Минобороны, в свою очередь, будут выдавать оружие через территориальные отделения полиции. В школах будут назначаться лица, ответственные за хранение оружия, например, директор или учитель начальной военной подготовки. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok